Здравствуйте, пацаны. Перед вами пидорас известный. Дико извиняюсь, что я немножко задержался. Викинги сами себя не посмотрят. Ну, а как бы, кто если не я-то, ёпты? Правильно? Не прошло и года, как я вспомнил, что давненько не рассказывал про всякие старые игрулечки, в которые втыкал, будучи ребёнком. Так что поудобнее располагайтесь и разомните свои ушки, чтобы воспринимать мой ангельский голос. Но перед началом я быстренько напомню, что на канале валяются видики балдёжного прохождения всего, что только есть. Так что, сука, посмотри и подпишись. Надеюсь, мы договорились. Такс, давайте начнём с одной известной игры под названием Skyrim. Первый раз я окунулся, а точнее сказать, пизданулся в заснеженный мир Skyrim в далёком 2011 году. На тот момент я не очень был знаком с жанром RPG, и мой опыт был в нём крайне мал. Ну и поэтому, запустив Skyrim, я поиграл в него часа 4, и после этого где-то месяц, сука, не ходил в школу. Я бы сравнил свой вот этот опыт с первой девушкой. RPG до Skyrim'а, девушка, с которой ты просто целовался в губы. А Skyrim был той тёлкой, которая тебя отсосала. На тот момент в нём было всё. Огромный открытый мир, куча возможностей, модов, всякие квесты и прочее дерьмо. Но мне на всё это было поебать. Мне доставляло просто гулять по миру и пиздиться с кем только можно. На тот момент меня не волновали квесты, основной сюжет. Мне было просто в кайф заходить в деревню и всю её нахуй вырезать. Я просто хотел, чтобы мир Skyrim'а познал немного боли. Помню, как долго я задрачивал кузнечное дело, чтобы прокачать его на сотку. Я покупал и фармил много слитков железа и делал из них дохера кинжалов, которые потом продавал и продолжал до тех пор, пока не апал себе нужный уровень. Помню, с каким изумлением я убил своего первого дракона. До этого я нигде ничего подобного не видел. Обычно дракон это какой-нибудь сложный босс. А тут этих крылатых хуесосов придётся пачками ложить. Это уже потом. Я прошёл её нормально, понял, по какому сценарию строится процентов 80 квестов в этой игре. И честно сказать, сейчас у меня отношение к Skyrim'у посредственное. Это просто неплохая игра и всё, ничего более. Но когда я был пиздюком, я считал по-другому. И наиграл Skyrim часов, наверное, 200 за месяц. Помню, со Skyrim'ом у меня был связан забавный инцидент. Была зима, и я, как обычно, сидел, ну, и играл Skyrim. И в этот день у меня была постоянная проблема с перегрузкой. А когда персонаж перегружен, ходить быстро он не может. Поэтому в основном передвигался я со скоростью черепахи, которые отрезали лапы. На мне, к тому же, была надета тяжёлая броня из драконьей кости. И вот я так туда-сюда и переползал. Мне это в какой-то момент надоело, и я пошёл спать. И мне, сука, снится, как я в драконьей броне стою и не могу пошевелиться. С каждой секунды я начинаю пиздецки паниковать и бояться, что я сейчас помру. Я просыпаюсь, и я понимаю, что я взаправду не могу пошевелиться. И к тому же не могу дышать. Я думаю, у вас была когда-нибудь такая хуня, когда просыпаешься и не можешь сделать вдох. Пиздецки пугает, если честно. И вот я, сука, лежу, задыхаюсь и не могу пошевелиться. Пиздецки боюсь, понимаю, что, видимо, я первый человек, который умер в реальной жизни из-за перегруза в Skyrim. Такая себе привилегия, согласитесь. Не ебу, сколько длился мой паралич, наверное, где-то секунд пять. Но для меня прошло не меньше часа. В итоге я сразу же скидываю у себя своё одеяло, трогаю лицо и понимаю. Всё, пиздец. В тот день я заболел так сильно, как не болел ещё никогда. И после этого сразу же ко всем хуям я удалил Skyrim, постараясь поскорее забыть тот бред, пришедший мне во сне. Кстати, с этого момента я больше никогда не выбирал в играх тяжёлую броню, можно сказать, у меня такая психологическая травма. Но спустя пару лет, уже после прохождения Моровинда и Ведьмака, игры в Fallout и Пиларсов и Тёрнити, я понял, что Skyrim далеко не так хороша, как принято считать. Иногда, если я захочу просто попиздиться или побродить по красивым локациям, я поиграю в Dark Souls. Ну, а потом в Skyrim. Такие дела. Арабы, блядь. Помню, как за мистера с гордым именем Альтаир Ибн Ла Ахат устраивал всякий движ на Ближнем Востоке. Все знают, что Assassin's Creed появился благодаря принцу Персии. И, честно сказать, принц Персии как-то мимо меня прошёл своё время. Поэтому, увидев первый Assassin's Creed, я был крайне удивлён возможностью бегать и паркурить по улицам Дамаска. Хоть я и не любитель восточной культуры, вот это вот всё. Но побегать и поубивать ёбаных крестоносцев это да. Я думаю, все и так знают про историю дураков, разодетых в белые тряпки. Поэтому заострять внимание на этом я не буду. Вообще, мне нравятся видосы подобного плана, потому что я могу рассказывать здесь всё, что, сука, захочу. Вы, например, знаете, что Рацемат — это эквималядная смесь двух анантиомеров. Рацематы не обладают оптической активностью, а также отличаются по свойствам, сейчас вы удивитесь, от индивидуальных анантиомеров и являются продуктами нестереоселективных реакций. Что-что нахуй? Так вот, прыгать за ассасинов по рабским улицам мне пиздецки зашло, и у меня ни с одной игрой такого не было, чтобы я просыпался за час перед школой, чтобы просто посидеть и поиграть. Я всегда считал таких людей немножко еблонами. Зачем сидеть и играть или залипать вконтакте, если можно часок поспать? Но у первого ассасина на это было другое мнение. Сам процесс игры не казался мне тогда скучным, хоть сейчас я и понимаю, что делал однообразную дорисню. Идёшь в бюро, берёшь заказ на убийство, подслушиваешь, следишь, дрочишь, идёшь убивать. Ну и так, пока не пройдёшь всю игру. Хоть геймплей немножко вонял говной, что-то в этом было. Не хватает разве что разнообразия и возможности покупать себе оружие, броню и прочий хлам. Тут даже метательные ножи приходилось воровать, пиздец. Честно сказать, сейчас я понимаю, что эта игра далеко не идеальная. Даже больше хуета, чем что-то нормальное. Я не хочу оскорблять ваши чувства по этой игре. Я лишь высказываю игру по мнению, ну или мнение по игре, неважно. Но когда я был пиздюком, мне очень запомнилась история Альтаира Ибн Лаахада. А то, что Аль Муалим оказался крысой, повергла меня в ахуй, вы посмотрите, сука какая. Была такая игра, которая называлась 25 to Life. Честно сказать, я мало что о ней помню, кроме того, что тут нужно было просто всех убивать нахуй. И тут были крутые хэдшоты. Как оказалось, здесь есть сюжет. Наверное, в пизду. Короче, давайте забудем об этом и перенесемся в Наруто! Ух, как я обожал историю этого желтоволосого уёбка в детстве. Когда мне в лапы попался диск с первым сезоном, где они пиздились на экзамене чунинов. Бля, я просто на этом моменте закончился. Особенно бой рук Ли и Гары. О, Ли такой, я должен выиграть. А Гара такой, чё, 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 ага, ага. Пошёл ты нахуй, бля, пизда. Я зашёл ты нахуй, да, пошёл нахуй, бля, бля, бля. А потом Ли утяжелители снял, бам, да мурашек просто. Ну и, как бы, я захотел себе игрулю про Наруточа. Сначала я заимел какое-то говно, где нужно бегать и драться с какими-то пчёлами. Одним словом, залупа. На тот момент у моих корешей были пиеспишки. И там был очень крутой файтинг по Наруто, в который я мечтал поиграть. Но, как обычно, PlayStation 2 сказал мне, не а. Ясно, пошёл я нахуй. Поэтому вместо красивого, крутого файтинга с множеством техник я играл вот в это. Как вы можете заметить, графика 128К, фулл, VLS, пожалуйста. Чтобы делать супер дзюцу, тут нужно было вовремя нажимать кнопочки на геймпаде. Чем больше кнопок ты удачно нажал, тем сильнее будет пиздюль. Так как джойстик PS2 я знал великолепно, всех своих друзей я разъёбывал просто в ноль. И не было никакого соревновательного интереса. А вот играя один, я развлекал себя... Да, блядь, никак. В этой игре был какой-то аналог паков FIFA. Из игрового автомата могли выпасть фигурки персонажей, карты и ещё какой-то ебень. Из персонажей здесь все известные на тот момент герои. Кроме сука Джирайи. Почему так, нахуй? Поэтому моей сигнатурой был мистер Арачимару. За него я вообще всё и всех ебал и резал, не встречая никакого сопротивления. Сам геймплей просто как подтереть себе жопу. Нужно пиздиться постоянно и против всех. Не скажу, что мне было скучно, мне было охуенно не весело. Особенно, когда я видел, какая игра есть на PSP. Ну сука! Спустя время, конечно же, я поиграл в Наруто, Ultimate Ninja, Storm, вот это вот всё. И более весёлой поебистики для игр на пьянке сложно найти. В неё элементарно играть и очень весело. Ну и здесь все персонажи. Здесь все пацаны. Там Нагата, Хакаги 4, Мадара, Итачи, Том Хэнкс, Ибрагимович, Васян, Федук. Аниме-тусовка на месте. Чё по кайфу, то и делаем. Ну а далее пойдёт одна известная игра про фут-фетиш. В смысле, фут-бол. Так, и вот тут люди, которые не шарят за футбол и считают этот вид спорта проявлением гомосексуального поведения, то лучше перемотайте на вот это вот время. Для всех остальных ща расскажу. Я в детстве обожал футбол, хотя даже не так. Я был двинут, а точнее ёбнут на футболе. Я на дыр зачитывал все футбольные журналы того времени. Я наизусть помнил составы практически всех команд, начиная от грандов типа МЮ и Реала, заканчивая всякой дреснёй типа Сатурна или какого-нибудь Дженуа. Ну и конечно, как настоящий дворовой пацан болел за споттак Москва нахуй. Как и у всех пацанов того времени, у меня были палёные формы с рынка, в которых мы всем двором собирались в подмосковный Галактикос и пытались повторить все крутые финты и удары, которые видели в видосах на мобилах. С появлением PlayStation 2 я стал мечтать об игре про футбол, и мне рассказывали, что есть две такие игры, Pro Evolution Soccer, ну или PES, и FIFA. Почему-то у меня во дворе PES все дико ненавидели и считали, если ты играешь PES, ты пахнешь хуем, следовательно, ты опущенный мудак. Я таким быть не хотел, поэтому под давлением общественности заимел себе FIFA 0.8. И это было охуенно. Когда я первый раз её запустил, я просто глазам поверить не мог, мне казалось, что это как по телевизору настоящий футбол. Там было всё, крутые команды того времени, крутые футбики, лиги, сборные, пиздец. Единственное, что меня расстроило, это отсутствие РФПЛ. Уж очень хотелось сыграть матч за Спартак против ЦСКА. А учитывая, как тогда играл Спартак, спойлер, хуёво, победа на ЦСКА была возможна только в FIFA. Но проблема отсутствия русской лиги меня не пугала. Насколько я помню, в старых FIFA можно было создавать свою команду или же менять уже существующую. Именно этим я и занимался. Я как-то раз собрал сборную своих друзей, и мы в атаке, конечно же, со мной, отправились покорять АПЛ. Ещё я помню, что не мог где-то около двух дней забить гол. Тогда я вообще понятия не имел, как играть в футсимы. Я знал только, что пас делается на крестик, а удар на кружок. Всё. Так что обычно я просто бежал вперёд за какого-нибудь Криштиану Роналду, и у меня отнимали мяч, оставляя меня сосать хуяку. Но немножко потрахавшись с управлением, я разобрался, и тогда всем в футбольном мире наступил пиздец. Больше всего я любил играть чемпионат мира за сборную России. Прям как сейчас помню, за Павлюченко кладут трёху в финале с Бразилией, трибуны орут. Ай, не жизнь, а ёбаная сказка. А сейчас, смотря на составы команд тех лет, просто, пфф, взрыв в башки. Милан с Мальдини, с Неста, Гатуза с Зейдорфом и Пирло. Манчестер Юнайтед ещё умел играть в футбол. В Пассажире не было ни денег, ни игроков. В Барселоне чё было, я просто промолчу. Ещё играли Лэмпорт, Джерард, Шевченко, Руни, Сколс, Роналдини. Пиздец, я в шоке, какой я старый, блядь. Почти все они уже тренерами стали. Это я ещё молчу про недавний на тот момент ЧМ, где Зидан уебал головой Матерации. Блядь, пацаны, вы просто не представляете, какой тогда был пиздец. Нарезка, где Зидан под грустную музыку бьёт этого ублюдка. И как его успокаивает потом Буфон. И как он драматично уходит мимо Кубка. Этот момент разлетался по мобилам со скоростью света. Давайте не будем о грустном. Я смотрел этот матч и был просто в ахуе. Если вы его не видели, хотя бы на хайлайтах советую заценить это. Это просто Голливуд. Возвращаясь к Фифе, у меня есть странная тенденция. Я играл только в чётные части Фифы. В восьмую, в десятую, двенадцатую, четынадцатую, шестнадцатую, ну и восемнадцатую. Пока не поиграл в двадцатую, но, если честно, не хочу. Повзрослев, я понял, что в плане симуляции футбола куда интереснее как раз-таки Пес. Она менее аркадная и более походит на реальный футбол. Тем более покупать каждый год симулятор открытия паков я не собираюсь. Потому что сейчас у меня отношения к Фифе скорее негативные. Но за детские эмоции я и благодарен. Фифа. Ну и под конец что-нибудь странное. Например, игра по мультфильму Мадагаскар. И вы можете подумать, старина, ну а чё тут такого странного? Просто игра по мультфильму в нулевые, это была частая практика. Да, но нет. Я не знаю почему так, но игры, которые сделаны для детей, были просто неебически трудные. Возможно я еблан, не исключено, но блять, как же у меня горело, когда я проходил эту парашу. Я до сих пор помню гонку за эту жирную бледину и стелс за ёбаных пингвинов. А тот, кто придумал вот этот вот уровень с ёбаными грибами и прыжками по деревьям, это животное, настоящий садист и ублюдок. Тут ещё и пауки присутствуют. Ах, почему сука пауки? Почему не бабочки или хотя бы какие-нибудь крысы? У меня чуть инфаркт не случился, когда я увидел похожий уровень в первом Дарк Соулсе. Но там это, понятное дело, в миллион раз хуже. За такой левел-дизайн я предлагаю вести уголовное преследование. Это пиздец! Игра повторяет события мультфильма. Нам за четырёх зверей нужно съебаться из зоопарка и спокойно обосноваться в Африке. Помимо простых побегушек и драк, в игре есть всякие мини-игры. Особенно я помню какие-то там танчики. Это, кстати, вот был один из самых интересных моментов в игре. В это я прям вот влипал нормально. Я ебанутый! Я ебанутый! Я ебанутый! Я ебанутый! И так вся игра и проходила. Смесь очевидных мини-игр с неебически дрочными моментами. Блять, неудивительно, что я вырос таким ебанутым. Вы посмотрите на это. Что это, блять? Ты как здесь появился, эээ? Я появился с темноты, батишка. Ну а как вам жираф со способностями к полёту? Я вот сейчас на всё это смотрю, и я как будто накуренный и обспайсованный одновременно. Какие-то бегемоты нахуй быстробегающие, кроты, блять, летающие жирафы, зебры на жопах катаются. И вот этот вот фейс. Со мной точно всё хорошо? Всё, с меня хватит этого четырёхполигонального прихода. На сегодня, пацаны, как вы понимаете, всё. Ставьте класс, подписочку, гляньте ещё видосики, побалдейте под конечную заставку. Я потопал. Субтитры сделал DimaTorzok